В последнее время мы наблюдаем очень резкий рост курса доллара и многие люди начинают задумываться, не купить ли доллары и вообще панические какие-то настроения наблюдаются, что будет и очень многие сейчас уже начинают поговаривать, что очень скоро мы увидим доллар по 100, ну буквально завтра, послезавтра. И как это будет, многие аналитики начали публиковать, что доллар будет по 100, а если не удержится, то дальше в сентябре и 120, там мы увидим и так далее и так далее. И сейчас я хочу рассказать, что думаю я по этому поводу, у меня прямо противоположное мнение и сейчас я попытаюсь обосновать почему. Итак, здравствуйте друзья, здесь Демитков Юрий, очередной раз хочу сказать, что доллар вот уже растет, 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 давайте сейчас посмотрим на график курса доллара. Вот я зашел на трейдинг, трейдинг вьюм и здесь курс USD рубль на бирже, USD рубль tomorrow, то есть на московской бирже, курс доллара. Мы видим, что в последнее время, начиная вот здесь вот май месяц, да, посмотрите, в мае месяце он немножечко укрепился, там была конъюнктура неплохая, потом значит рубль укрепился, потом значит доллар вернул свои позиции практически, ну и кажется все устаканилось. Посмотрите, вот здесь была временная стабильность какая-то, начиная с начала апреля и до конца апреля, весь апрель доллар был стабильный, потом он упал, то есть рубль укрепился, потом стало все наоборот, он вернулся и вроде бы тоже опять стабильность. Но сейчас с середины где-то, ну с лета, за время лета начинает рубль падать, начинает рубль падать и он, значит доллар вырос с 80 рублей, который он был вот в конце мая, начале лета, мы видим, да, и сейчас уже 98 рублей, то есть практически на 20% вырос доллар, давайте вот измерим сейчас так, она мне не то сделал, вот я измеряю, 22% видите, да, на 22% доллар вырос. И что в это время? Инфляции вроде бы нет. Почему растет доллар? Ну потому что все знаете какие события происходят на Украине, дефицит бюджета и так далее, и так далее. И надо его как-то восполнять, логично совершенно, что надо уронить курс валюты. Но, с одной стороны, это хорошо для бюджета. А теперь давайте подумаем, а не отразится ли это рост курса доллара на ценах в магазинах? Пока еще не отразился. И люди живут спокойно, люди уже привыкли, что цены не растут, инфляции у нас практически нет, и кажется все хорошо. Я предполагаю, что сейчас многие напишут, что цены растут, цены растут, не верьте цифрам инфляции. Я смотрю, я наблюдаю по продуктам, продуктовая корзина, ну скажем яйца я видел и по 90 и по 120 рублей, и сейчас они вернулись там на какую-то, так сказать, 70-80 рублей. Вот, ну есть сезонные, так сказать, там цены на продукты, они немножечко снижают инфляцию. С другой стороны, доллар все-таки, люди, которые уезжают, они выводят доллар, соответственно, отток денег вообще из России продолжается, все это не лучшим образом сказывается на курсе доллара. И вот сейчас, смотрите, вот в последнее время мы видим, доллар с 90 до 98 рублей вырос буквально, вот сейчас скажу, с 27 июля по текущей, значит, сегодня 10 августа за 10 дней. Вот такой резкий рост. Как вы думаете, он и дальше продолжит расти или нет? Вот такой вопрос. Аналитики некоторые пишут, уже начинается паника, что, так сказать, все, доллар пошел, значит, доллар оторвался и так далее. Я считаю, что будет отскок. И отскок будет, ну, буквально, вот, ну, скажем, до 93-94 рублей за доллар. Ну, во-первых, это по графику. Достаточно видно, что, ну, не может быть бесконечного роста, будет какая-то стабилизация, будет фиксация курса, и поэтому будет отскок, по крайней мере. По крайней мере, отскок. Вот. Это чисто по графику. Смотрим сюда, значит, Williams Percent Range, насколько я помню, у меня здесь индикатор. Он тоже говорит, что, в общем, сказать, ну, как бы он в этом состоянии может долго быть, вот здесь выше верхней линии. Но, как только он пересечет вот эту линию вниз, то, соответственно, это будет сигнализировать о том, что курс пошел вниз. Ну, это вот один из моих любимых индикаторов. Здесь тоже индикатор есть полосы Боллинджера. Вот здесь вот узкое место, и на этом узком месте он пробил вверх, он идет вверх пока. Вот, ну, вы видите, вот он аналогично, ну, примерно аналогичная ситуация, или вот эту вот аналогичную ситуацию. Узкое место, он на середине, значит, он пошел вниз. Здесь узкое место, он на середине, он пошел вверх. То есть, это вот как бы характерная вещь. Сейчас, во-первых, до середины далеко, конечно, но вот оно вот с узкого места, ну, скажем, вот отсюда. Если смотреть, вот он идет вверх какое-то время по верхнему краю ленты Боллинджера, а потом идет стабилизация к середине. То есть, мы ожидаем сейчас вот стабилизацию к середине, а может быть и резкое падение, и, соответственно, какая-то стабилизация на каком-то уровне. Я ожидаю. Это чисто по индикаторам технического анализа, ну, вот, по крайней мере, по двум я этого ожидаю. Но технический анализ – это не самый главный фактор в курсе доллара. Смотрите, что еще важно. Говорят, очень сильно на курс доллара или рубля влияют соотношения между экспортом и импортом. И это правда. Что у нас с экспортом и импортом? Ну, и вообще с внешнеторговым балансом. А с внешнеторговым балансом у нас следующее. Смотрите, иностранные инвесторы пытаются уйти из России, ну, по известным причинам. Их не выпускают, с одной стороны. Но, с другой стороны, и активы российские за рубежом заблокированы. Сейчас идут тайные переговоры между всеми о том, как это взаимно все расшить. Эту ситуацию, она совершенно неприемлемая для всех. Все это понимают. И потихонечку это идет. Ну, например, что у нас было совсем недавно? Ну, совсем недавно было... Сейчас, какой же компании разрешили уйти? Компания Shell, по-моему, американская. Вот, им разрешили, ну, уйти, договорились, что они там продадут свои активы. Договорились, кому, и они выведут эти доллары. Это привело к резкому обвалу или, там сказать, росту курса доллара. Вот это вот. Вот, по-моему, вот это вот было. Вот этот курс доллара. Ну, и потихонечку этот процесс продолжается. Во-первых. Во-вторых, сами россияне тоже тихим сапом выводят деньги за границу, на заграничные счета. Вот. И этот тоже процесс продолжается потихонечку. Потому что все обостряется. Есть паника, там, мобилизация, шмобилизация и так далее. И поэтому сейчас вроде бы, вроде бы, все это уходит из России. Но, есть еще один параметр. Центробанк. Все время, давайте посмотрим на, вообще говоря, в более длительной перспективе. Вот в такой. Вот, посмотрите. Вот у нас курс доллара был достаточно стабильный долгое время. Вот он здесь практически не колебался. Начиная, там, 19-й год, там, 18-й год. Вот, вот, посмотрите, это вот сейчас, 20-й год. Тут, ну, там, ковид какой-то. Значит, потом он стабилизировался на более высоком уровне, 73 рубля за доллар. И кажется, что, вот, ну, стабильный. Ну, что там, был 63, 73. Да, много, конечно, вырос, но, как бы, не так, чтобы сильно, ну, перепугались. Вот оно, вот, смотрите. Рост, стабилизация, да, вот такой. И, значит, дальше он идет опять стабильно. Дальше всем известные события. Февраль 92-го, 22-го года. Естественно, паника. Естественно, все бегут в доллары покупать. Потом Центробанк предпринимает резкие меры. И все падает. Напоминаю, еще раз повторяю, Центробанк принимает резкие меры, повышает резко ставку ЦБ. И это приводит к удорожанию рубля. Очень сильно он повысил ставку, насколько я помню, до 20%. И все. И все стабилизировалось. Дальше просто перекрыли вот эти вот вывод активов иностранцами. И, соответственно, что получается. Да, еще при этом, вот здесь вот, что еще получилось? А получилось следующее, что в результате военных действий нефть начала дорожать. Очень резко. И старые контракты продолжались, нефть идет. И валюта продолжает идти. Но при этом, значит, нефть идет по более высокой цене, валюта идет по более высокой цене. А импорт обрубили. И поэтому это еще очень сильно тоже повлияло на укрепление рубля. То есть доллары в страну текут, а из страны не утекают, потому что иностранцы обрубили моментально нам импорт. Далее, значит, постепенно налаживался импорт. Налаживался импорт. Импорт, естественно, уже идет по более высоким ценам сейчас. А экспорт российский тоже более-менее стабилизировался. Но по объемам он стал меньше. Пусть и цена, может быть, выросла на нефть. Но по объемам стал меньше. Экспорт, как говорят, почти восстановился. А импорт восстановился полностью, но его не хватает. Это еще не все. Вот все время раньше Центробанк искусственно держал очень низкий курс рубля. То есть вот 60-70 это был нереальный курс, потому что Центробанк специально скупал доллары с рынка. И складывал их куда? В фонд национального благосостояния, так называемый. В резервный фонд, которые сейчас оказались целиком на Западе. Заблокированы во многом. А во-вторых, значит, мы знаем, для чего копились эти денежки. Ну и в том числе их очень много оседало на всяческих офшорах, во всяких темных схемах. Для того, чтобы, ну, насколько я понимаю, власти готовились к проведению специальной военной операции. Предыдущие, ну, загодя за два года, ну, даже с 2008 года, в принципе, все. Курс на это шел. Вот. Что теперь? А теперь, смотрите, экспорт почти восстановился. Импорт уже дорогой стал. То есть мы покупаем то же самое, худшего качества, китайское, но по более высоким ценам. Это первое. А нефть продаем с дисконтом. Это второе. Третий фактор. Изменилась структура экспорта. Экспорт у нас идет целиком сейчас. Китай, Индия практически. Нефть и нефтепродукты. Вернее, нефть идет в Китай и Индию. И вы знаете, что Россия отключена от свифта. Поэтому расчеты производятся в национальных валютах. И эти валюты не рубли. Эти валюты это рупии в Индии и Китай. То есть мы продаем Китаю нефть за юани, а в Индию за рупии. И смотрите, несмотря на то, что экспорт в Китай очень резко вырос, но импорт вырос намного выше. Поэтому торговый баланс Россия-Китай не в сторону России. То есть денежный поток идет из России. То есть мы гоним в Китай нефть, получаем там юани. На эти юани мы покупаем товары, но этих юаней нам не хватает для того, чтобы покупать товары в Китае. То есть идет поток денег в Китай, в сторону Китая. Далее Индия. Там еще хуже ситуация. В Индию мы продаем нефть в огромных количествах. Индия радуется. В общем, она покупает у России нефть. Свои нефтеперерабатывающие заводы она переоборудовала под переработку российской нефти. И Индия становится сейчас одним из крупнейших экспортеров уже нефтепродуктов. То есть дизель, бензин продает в Европу. Европа в принципе получает те же самые российские нефтепродукты, но через Индию. Вот так вот обходным путем. Что здесь плохого? А плохое то, что Европа-то получает нефтепродукты от Индии. И Европа с Индией расплачивается долларами. А вот Индия с нами долларами не расплачивается с Россией, потому что SWIFT отключен. И поэтому Индия расплачивается с нами в рупиях. А вот рупии в Индии нам купить вообще практически нечего. И поэтому рупии накапливаются на индийских счетах. А очень большая часть экспорта у нас в долларах по-прежнему и евро, потому что большинство стран предпочитают доллары и евро. И вот с этим есть еще дополнительный нюанс. Понимаете, да? То есть мы продаем вроде, мы получаем вроде рупии, но рупии там просто складываются и все. Рупии это нерезервная валюта от нити и так далее. То есть с ними непонятно что делать. Еще один фактор. То есть экспорт не такой уж и большой, как кажется на самом деле, потому что львина его часть, ну достаточно большая, она в странной валюте, в рупиях. Еще один фактор, который есть, это то, что в России внутреннее производство пока еще достаточно, ну прямо скажем, слабенькое. Мы его все это время не развивали и оно зависит от импорта, от импортных материалов, импортных запчастей, от всего-всего-всего. Ну я вообще занимаюсь полиграфией, у нас вообще все расходные материалы, ну в общем за доллары. То есть они сейчас, ну перенаправились, в общем все потоки, значит мы покупаем сейчас китайскую бумагу, значит китайские краски, корейские краски. Корея за доллары торгует, значит с Китаем расчеты, ну тоже на долларах основаны, на курсе. И там просто резко, просто вот поставщики материалов, ну буквально в долларах выставляют цены. Вот, ну не в долларах, там в рублях, но они очень часто их индексируют, по крайней мере. Поэтому, ну это в полиграфии, там все расходники буквально импортные, российских просто за рубли, ну довольно мало, прямо скажем так. Вот, есть бумага, одна фабрика, Амела, но она тоже, так сказать, на импортном оборудовании целиком стоит. Вот, да даже куры, в общем, несутся оказывается за доллары, потому что там очень много компонентов, комбикормов импортные, ну и прочее, и прочее, и прочее. Куда мы не сунемся, всюду есть достаточно большой, там в районе, в среднем, наверное, 60% составляющих, это импортные какие-то материалы и составляющие. До 60% в цене. Что это значит? А это значит, что если доллар дорожает, то автоматически дорожают материалы. А если автоматически дорожают материалы, через какое-то время, не сразу, мы будем наблюдать рост цен на производимые товары и продукты. А это значит, что это инфляция. То есть, понимаете, да? А инфляция, что это значит? Ну, рост цен. А это значит, что зарплаты не поднимаются, цены растут, то есть, соответственно, жизненный уровень начинает падать. И сейчас вот у нас в сентябре выборы, ну, какие-то губернаторов и так далее, но уже объявлено, что в 2024 году, в марте, вроде как, состоятся президентские выборы. И к президентским выборам иметь провал в экономике, провал в уровне жизни населения, но власти не хотят. Ну, вот точно не хотят. Поэтому сейчас я ожидаю, что, ну, что будет курс доллара всеми силами правительства снижать и, ну, хотя бы вот до 90 рублей за доллар будут куда-то его опускать. И что я вижу в последнее время? Посмотрите. Ну, вот сообщение. Рубль вместе с турецкой лирой и аргентинским песо попал в тройку худших валют развивающихся рынков, пишет Bloomberg. С начала текущего года российская валюта ослабла уже на 24% по отношению к американскому доллару. Bloomberg пишет. Далее. Банк России в случае успешного эксперимента по использованию цифрового рубля может сделать подключение к его платформе обязательным всех и без исключения и так далее, и так далее. Ну, это цифровой рубль, это, в принципе, механизм для того, чтобы обходить вот это включение сфифта, там, значит, там, чтобы, ну, цифровой рубль вводит. Далее. Вот что очень важно. Банк России принял решение с 10 августа, то есть с сегодняшнего дня, до конца 2023 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке. Решение принято в целом снижении волатильности курса рубля. Если раньше Центробанк скупал валюту с рынка для того, чтобы специально ослабить рубль, он специально его ослаблял, то сейчас это дело прекращается. С сегодняшнего дня, вот, буквально с сегодняшнего. И поэтому с сегодняшнего дня я считаю, что стоит доллары продать. Не купить, а продать. Если он еще и скакнет, там, до 100, ну, может быть, но дальше будет так называемый шорт-сквиз. Что это такое? Ну, это когда людей воспитывают, Центробанк, спекулянтов. То есть, типа, не гонялся бы ты поп, вовремя выскочи с иглы. Ну, я на самом деле слушал, ну, какие-то аналитики говорят и в пользу этого, в частности, Коган говорит, что да, предпримут все попытки, все усилия, и мы это видим, вот, что предпринимаются усилия. То есть, я уже сказал, что рост курса доллара вызывает, ну, не может не вызвать рост цен внутри страны. А вот это вот, ну, как бы наше правительство позволит себе не может в текущей ситуации, как я уже сказал. Поэтому Центробанк на ближайшем заседании, как ожидается, может поднять ставку не на 0,25 и не на 0,5 даже, а говорят, что даже на 1% может поднять ставку, что приведет, опять же, к укреплению рубля и к стабилизации курса доллара. Вот такие мои соображения. Вот. Если в августе инфляция не замедлится, а доллар пробьет 100, то в сентябре ЦБ наверняка поднимет ставку более чем на 100 базисных пунктов. При панике на валютном рынке, особенно если она перекинется на ОФЗ и вызовет отток вкладов из банков, ЦБ может внепланово поднять ставку на 3,5% пунктов. Понимаете, да? То есть ситуация крайне серьезная и Центробанк сделает свое дело, с Центробанком спорить не стоит. Поэтому, поэтому я считаю, что сейчас надо доллары продать и более того, я именно это и сделал. Вот сейчас вы видите, значит, что я сделал на срочном рынке, на моем любимом. Потому что, ну, я вот практически уверен, что доллар пойдет вниз до 90. Вот. И посмотрите вот на этот график. Вы знаете, что лучше всего можно заработать, конечно же, на срочном рынке, это фьючерсы и опционы. Но опционы это намного круче. Поэтому я занимаюсь опционами. О том, как торговать опционами, я рассказываю на своем курсе по опционам. Там есть у меня биржа для чайников и опционы. Вот. Ну, а сейчас для тех, кто не понимает, я немножечко вот поясню. Смотрите, вот эта вот линия, вот эта вот линия, это то, что на текущий момент происходит. Смотрим вот сюда. Здесь у нас... Так, сейчас я вот немножечко масштаб изменю. Здесь у нас, смотрим по оси Абсцисс, по оси Х, 96.610. Так, сейчас. Так, 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 так. Какой у нас курс? Ну, 97 практически. 97 рублей за доллар. Это фьючерс на доллар. Сентябрьский. Вот. И посмотрите, что я сделал. Я купил... Ой, уже 20. Я купил 10 опционов ПУД со страйком 97. Вот. 97 страйк. И 10 опционов ПУД у меня куплено со страйком 96. Что это значит? Это значит, что если я не угадал, то я потеряю вот эти деньги. Мои убытки достаточно фиксированы, и они составят 24 тысячи рублей. На счете сейчас 20... 30 тысяч. Я просто... Я взял деньги в кредит буквально и перевел туда на счет. Но при этом, если окажется, что я прав, и курс доллара опустится, ну, скажем, до 95 рублей за доллар к окончанию срока, ну, это в течение недели, то... То мой доход будет не самый большой. Вот. Но если курс упадет до... В принципе, это стратегия опционная, я ее буду перестраивать. Если курс упадет до 92, то здесь, вы видите, 65 тысяч рублей заработок при вложенных 30 тысячах. Понятно, что здесь можно заработать очень много, можно и потерять. Эта стратегия будет дорабатываться. То есть, вот эту нижнюю планку я буду стараться поднять. А вот эту... Вот здесь вот... Ну, конечно же, он за неделю так резко не грохнется. Поэтому я думаю, что я где-то остановлюсь вот на уровне... Ну, там, если я 50% заработаю на 30 тысячах, то это будет уже хорошо. Я буду считать, что это победа. Вот. На самом деле, у меня здесь всего 30 тысяч рублей. Это не так много. Основные деньги у меня, естественно, на фондовом рынке в очень консервативных инструментах. Это облигации, валютозамещающие, кстати, облигации, которые также растут. И, соответственно, они тоже дают какую-то прибыль. Вот. Поэтому здесь... Ну, как бы я рискую, конечно, очень сильно. Вы видите, что я рискую потерять деньги, которые вложены, или большую их часть. Но, тем не менее, я рискую их получить. Но рискую я не всеми деньгами совершенно, а совершенно небольшой частью. Вообще говоря, у меня вот результат за сегодня плюс 7 422 рубля и баланс 1 200 000. Так что в этом смысле... Вот у меня крайне консервативные инвестиции. Они немножечко опускались, сейчас растут. И инструменты. Вот они. Вот классы инструментов. Посмотрите. В облигациях. 50% практически в облигациях. Это инструменты с фиксированной доходностью. Какие это облигации? Это, ну, в основном это валютные облигации, валюта замещающая. 10% годовых либо в долларах, либо в евро. То есть, если доллар будет расти, то, в общем, они тоже растут. Если доллар падает, то, в общем, ну, они в долларах. Вот. А доходность именно в долларах. То есть, 50% у меня практически в облигациях. И практически все номинированы в валюте. Как это делается, я рассказываю на своем курсе, значит, и на своем канале. Акции. 20% на данный момент у меня в акциях. Драгметаллы. Золото. 15%. Фонды и прочее. 10%. Ну, это в основном фонд недвижимости, в общем-то. Практически все, про которое я рассказывал. И, ну, в валюте там совсем небольшая часть. Вот такая структура портфеля. Ну, и инструменты. Вот они. Посмотрите. Газпром Капитал. Это облигация в евро дает 10% доходности. Я выкупил облигации Газпрома, которые были выпущены Газпромом, которые, значит, там сейчас заблокированы. И, соответственно, Газпром дает возможность иностранцам продать эти облигации здесь с большим дисконтом. Естественно, я их купил. Значит, сколько их там я купил? 4 штуки, наверное. Вот. Это золото. Газпром Капитал. Это еще одна валютная облигация. И тоже в долларах. Это с погашением в 26-м году. Это с погашением в 24-м году. Дальше. Вот еще. Это валютная облигация. Акция Газпром Капитал в долларах. Одна. Ну, собственно говоря, дальше уже акции и другие активы, вы видите. Ну, основные. Это вот она. Газпром Капитал. Золото. Газпром Капитал. Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости, про который я рассказывал в одном из предыдущих видео. Это примерно то же самое, что вложение в управляющую компанию, про которую я тоже рассказывал. И Газпром Капитал. Ну, а остальное уже понеслось это акции. Вот такая структура портфеля у меня. Я вам честно рассказываю о том, куда я вкладываю, что я вкладываю, как, на каком основании. У меня есть по основным принципам вложений очень недорогой продукт. Это портфель, как у меня. Вы можете увидеть его вон там, если нажмете на ссылочку. Есть. Я обучаю людей курс биржи для чайников. Это вот то, что... Ну, я рассказываю о том, как вкладывать, куда вкладывать и так далее. Вообще все премудрости вот этих вот стаканов, значит, там графики, настройки, все это я рассказываю в курсе биржи для чайников. То есть, если вы абсолютный чайник, то вам необходим этот курс, конечно же. Что касается опционов, у меня есть продолжение курса биржи для чайников, это опционы. Это все намного сложнее и более рискованно. Ну, а свои соображения о том, что будет с долларом, как будет доллар, куда вкладываться, надо ли вкладываться и так далее, пишите. Мои контакты вы увидите, ну, я думаю, что прямо сейчас. И, соответственно, сейчас я хочу с вами попрощаться. На сегодня все. Спасибо за внимание. Лайк, подписка и до встречи. С вами был Демитков.